получается дайте ка я еще пойду а 15 минут давайте дочитаем хочу поинтересоваться объективно связаться после нынешней зимы у меня подреку со много светочек подмерзла виктор извините за задержку в ответе на ваш вопрос только начали зацветать селила на абрикосах не одного цветка это не а это витр набухли почки на войлочке готовы зацветили полкультурные яблони на культурных все почки не раскрывать с грушами тоже проблема обильного рожая не будет одна надежда на сливы и вишни узнать бы причину гибели светочек почек на абрикосах может хозяин сайта его знакомая научный сотрудник Елена Александровна поведает нам об этих причинах Корсоярске и его окрестностях если не здесь на сайте то на вебинаре также хотелось бы прочитать отзывы садов Абакана Минусинска Савяногорска по сведению абрикосов в этом году да и по всей России то и всех адамонсид селево-сюжно-разовых городов ребята я бы принес мог бы ответить этот вопрос так в одном случае если бы вы меня освободили от добывания денег вот понимаете это я должен ездить по Абакану Минусинскому по Канты Минусинскому находить причины искать причины делать выводы вот так вот так вот так вот так понимаете это моя работа ради которой я это ради родился видимо потому что те которые научили он потом уже знает точно чтобы иначе быть не может то есть здесь нельзя быть специальным образованием наоборот без образования может что-то понять и вот получается следующее вот я сейчас не смогу ответить на этот вопрос ведь даже даже там где как сказать бывали случаи да значит представим себе проблема в одной деревне одна деревне они длинные по альтинских километров я сталкивался на украине с такой десятки километров одна деревня вдоль вдоль этого Днепра вот одна деревня и здесь южный склон высота северный склон вот так вот знаете вот везде разные условия в одни случаях задела это зараза это как заморозки в другом не задела в одном случае холодно было в этот же день другом месте было тепло там тени много у меня анекдоты за анекдотом я сейчас объясню почему у меня нет общего мне надо побывать в тысячах садах чтобы сделать вывод я приезжаю в черёвушки у меня абрикосы отцвели у меня абрикосы уже упали а там абрикосы еще не были в как так там теплее я давно знаю черёвушки вот там был этот самый сейчас его ликвидировали метеостанция была важный пункт сейчас его закрыли вот а я знал я там справки брал там не было никогда сорократчик ворота там 35 может раз в году один день там всегда теплее а почему позже а потому что горы потому что полдня тень полдня солнце не причина чтобы гибли деревья не причина попутчем потери урожая там всегда абрикосы бочевыми какой бы я крутой не был казался крутым созревает позже как же так что же такое а вот то там это буквально солнце полдня тень а тут солнце в другом месте полдня солнца тропа водитель везде разные условия я не могу ответить ваш вопрос понимаете я скажу только за себя да вот и скажу как получилось я долго ждал до самого сведения то что урожая обильного не будет я не сомневался я его не ждал я знал что не бывает два таких урожая идиотских сумасшедших невиданных я ждал катаклизма я до сих пор не дождался я думаю ну все сейчас как-то это было же у меня в середине мая 10 и 15 минут было же было когда-то ну давно правда тот раз слушали вы сегодня фильм вышел он рассказывал первых числах мая 17 и 15 и 12 мая мая чертожи ждать-то от абрикосов и вот получается что меня пронесло заморозков больших не было цветочные почки на абрикосах живы и сейчас живут но я все время думал так природа должна обязательно ударить морозом чтобы они пропустили урожая на середина дорвутся нельзя что-то расцвели они себя скромненько отцвели в эти конечно мало умажутся тем все цели более-менее ну там будет бедро 23 дерева гарантирован это уже неплохо культурная где-то будет 20 плодиков где-то будет пол ведра где-то ведро вот так скромно а остальные миллионы почек-то цветочек они просто не проснулись они не замерзали как получилось они взяли не проснулись это значит что дерево лучше нас знает когда ему свести когда не свести и даже без катаклизма я все равно катаклизм второй случай моей практике один раз было уж на что меня допустим это самое байкалов терпеть не мог было он считался выскочка потому что всю жизнь надо надо было положить эту за несколько лет такой же результат было было но однажды он мне позвонил царство тебе небесное и когда врать и тем более что вспоминаю покойного человека удающегося я же как сказал у нас три гения современника это латинко вот это бодны это байкалов и вот один из них это я называю гением как бы он меня терпеть не мог вот он позвонил мне и сказал что случилось с абрикосами у вас есть абрикосы как наверняка он обрадовался если бы я сказал что у меня есть абрикос для него это было бы пощечина но у меня деревья стояли пустые и это без всяких на то причин такой вот был потом статье написал что абрикосы в нашем регионе уже имел ввиду я пока без саногорск саногорск он более продвинутым с абрикосами у нас и климат лучше не скрывая этого вот что все-таки было три оттепли потом переход на минус ну как бы нашел мы все равно он ученый в очередной статье как бы нашел при чем пуха я бы увидел бы не было никаких этих самых таких перепадов чтобы они по он просто нет сил еще абрикосы не сверли есть такое дело и нет таких катаклизмов а это я вам отвечаю вид видите как отличие и катаклизмов нет и абрикосами природа свои законы мы все только начинаем это что-то понимать естественно если не не писать каждый день вот обрезайте абрикосы они в дольше проживут если модели идиота убрать у нас хоть не было бы все что-то было бы если мне эти идиоты что которых абрикосы неправильно все неправильно так вот подходим к этому концу получается что получается что природа мои абрикосы наверняка везде по округе то же самое ну вчера уж как наверно получше вот наверное предусмотрено перерыв перерыв на отдых вот это я хотел сказать вот поэтому как мог на ваш вопрос ответил и или на самом деле тут совместить вот она скажет то же самое ну а дальше самое смешное хотите опять четвертый раз только подхожу именно к этой фотографии раскрывать еще одну тему и заканчивается время приехали вот так а почему вы видите сколько я процветить процитировал ваших этих писем я все честно я не могу вот так вот взять где-нибудь в гостевое отвечаю ватсапе отвечаю я не могу вот так вот взять иду в словах вы видели какие темы сложные сколько я своему украинскому другу рассказывал проект а мы проводим короче и нужно ли это детям которые хихикали вот понимаю что песики причинка это половой орган по-своему понимаю и когда надо учить детей и пресса потерял некрекосновенно все то же самое и вероятно все тоже самое опять гриби я все это готовлю я не только вот до этого места просто я говорю вот отсюда там ниже огромное количество материала огромное вот как раз на эту тему сколько вреда от этих людей сколько они не знают они улыбаются я не это знаете как я задеть не задеть ведь человек который называет лучшие ведущие самая раскрученная самый большой вред от нее в стране садовая страна самый страшный вред она все улыбается с экрана и продолжает а почему там никто в этом не разбирается никто в том чем мы разбираемся у нас так мало тот же заканчивая тему просто распространяйте хотя бы в эти ролики отправьте к своим друзьям по электронной почте умоляю простите посмотреть хотя бы попадаться не будет ведь эти же миллионы 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 раскупили же если бы не покупали не каждый год бы не везли все наше время хорошо три минуты осталось на что их потратить на тот же самый призыв чтобы была одна поза дайте нам возможность хотя бы продавать эти самые саженцы мне тотарову черенки продавать знаете как я продаю я продаю от имени тотарова вспоминаем сайт что там было написано сегодня посмотрели я вообще призываю заканчиваю вот сюда призываю смотрите вот это мой канал последние два посвящены вот этому товарищу сказочный сад сибирька тотарова а вы знаете что я помогаю продавать или представиться джинги а мой друг это самый чернобаев он не придает нет что он это его житель художник честно взять вот это я продаю те же косточки персика у меня не укрытая при персике у меня никогда не будет больших врагов а он укрывает и не стесняется зато хасанский он укрывает в средней полосе россии уже без укрытия растут значит что надо сейчас лето еще есть возможность обзавестись роскошнейшими сортами абрикосов слив вишен роскошнейшим запусками подробностей в каталоге я уже приводил этот пример он станет классикой восемь тысяч саженец дебильный искалеченный из финляндии продают в ленинграде восемь тысяч за саженец так я еще вчера продавал 800 вы понимаете там один саженец восемь тысяч а я же это восемь тысяч продавал я вам показывал восемьсот косточек самых роскошных в мире и в россии все лучшее в мире у меня у Тотарова у Чернобаева вы представляете восемьсот сейчас поднялся до 15 я себя уважаю вот это значит что человек а кстати тех у кого это опухолевое заболевание тем все за бесценок продает вот так любят только не померить с говно вот так вот теперь мое время кончилось осталось все пипик двоечное стекло вот еще раз не забывайте что пользуйтесь случаем что когда такая роскошь распродается за бесценок а я пошел на кухню нет мне надо вначале выбраться туда надо выбраться туда да если меня слушает если меня слушает этот самый а не могу промолчать не могу это я имею ввиду этого самого это я имею ввиду сороватка вот его видел олег олег все сегодня наконец один из восьми ножей куплен пусть это но куплен так что поздравляю держись брат придет пора научим миллионы людей вот это замучиться такие шикарные ножи по это самое делать чтобы самые лучшие прививки я же не дошел а не последний день не последний этот неделю каждую неделю вебинар поздравляю только сейчас был оплачен я же мельком увидел вот такой нож так все теперь я до конца с вами и расстался с первой частью вебинара теперь переходим ко второй сам где у вас самые лучшие проверки ах я же не дошел так и мы сейчас с вами присутствуем при переходе в эту комнату так и и и и и и и отпускайте меня в этот раз хоть два расписались молодцы есть о чем поговорить я пошел на кухню дайте мне пять минут прийти в себя вот я сильно сильно много сильно много трачу нервную энергию оно может и заметно помните как это эти мультфильмы про лягушек там были слова вам кажется что мы квакаем а это песню мы поем вот я так же это я песню пою а это так и так и и все